Привет, друзья! Двухстульные знаменитости оккупировали Россию. Истории о певцах и артистах, показавших с началом спецоперации России на Украине свое истинное и чаще неприглядное лицо, мы знаем много. Но есть случаи просто за гранью добра и зла, как история с группой B2, выступившей в городе Корабелов-Северодвинске, на юбилее оборонного предприятия. При этом команда против спецоперации и против России. Складывается неприглядная картина, когда наши русские парни умирают из-за опалаумевших нацистов, освобождая Украину от нечисти, в это самое время в городе производителей атомных подлодок выступает русофобская группа, на концерт которой пришли тысячи людей. О том, как на наших глазах разворачивается сюрреалистическая картина падения нравов русского рока. Конец апреля 2022 года. Северодвинск. Город в Архангельской области, откуда родом половина атомного флота нашей страны. Юбилей оборонного предприятия, СПО Арктика венчает салют, шоу дронов и выступление рок-группы, резко критикующей специальную операцию русских войск на Украине. На концерт пришли тысячи местных жителей, которым, судя по всему, некогда было разбираться в нюансах и выяснять, что к чему, да и вход на концерт был свободный. Но и бесплатный сыр, как водится, бывает только в мышеловке, а мышеловка эта громко захлопнулась, поймав на крючок нерадивых и неразборчивых слушателей. Кто-то скажет, это ведь всего лишь концерт, да и вроде бы позиция B2 по украинскому вопросу не такая явная. Но чтобы не замечать русофобский настрой рок-группы, надо быть слепоглухонемым. Недавно они уволили двух членов своей команды за то, что ребята поддерживают Россию. Вот такая карманная ксенофобия, и заметьте за наши с вами деньги. Более того, в комментариях к постам на признанной экстремистской платформе представители группы пишут многочисленные ответы на критику фанатов, особенно в части возврата денег за сорвавшиеся по понятным причинам концерты. Многие купили билеты на шоу в Киеве, Минске и Риге заранее. Но концерты отменяются либо переносятся, и музыканты в ответ мямлят невнятное шоу организовано сторонней организацией, обращайтесь к ним. Но самое страшное – это ответ организаторов концерта в Киеве. Они говорят покупателям билетов, что вернут деньги за билеты в стопроцентном объеме чуть позже, после победы над Россией, если же покупатель хочет вернуть билет сейчас, он увидит 70% от денег, потраченных ранее. Вчитайтесь еще раз в эти слова «после победы». В общем, у этих упырей большие планы. О какой победе твердят эти полоумные – неясно. Если речь идет об их мечтах сломить Россию в спецоперации, то вынуждены разочаровать деятелей развлекательного цеха этого не произойдет. Но представители группы уверены в обратном. Мы уверены в наших киевских организаторах и в том, что 70% стоимости билетов в случае выбора возврата в текущих условиях и 100%, если вы их запросите позже, будут возвращены. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.